Актуально 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 В истекшем году поступило 9 повторных обращений. Причины появления повторных обращений в основном субъективны. Это обращения, содержащие определенный личный интерес и невозможность их полного незамедлительного удовлетворения. В 2012 году на имя главы города Шадринска от граждан поступило 45 обращений с просьбой об обследовании жилых помещений на предмет ветхости и непригодности для проживания. Всего в межведомственную комиссию поступило 91 обращение. В межведомственной комиссии проведены обследования 32 объектов жилищного фонда. Из них 9 участников Великой Отечественной войны и вдов участников. Признаны непригодными для проживания 15. Это 2 многоквартирных жилых дома и 13 объектов частного сектора. Принадлежащие участникам и вдовам 8, опекунам и детям-сиротам 3, сотрудникам органов МВД 2. Работа по обследованию жилого фонда продолжается. На текущий момент одной из трудно разрешимых проблем, требующих больших финансовых затрат, из бюджета города остается обеспечение питьевой водой жителей поселка Бакалда. Здесь отображена цикличность по месяцам поступающих обращений. Как мы видим, спад активности приходится на апрель месяц и на сентябрь месяц. Здесь, видимо, подготовка к посадкам и сбор урожая влияет. А пик активности приходится на октябрь месяц, потому что начинается отопительный сезон. И, естественно, граждане не удовлетворены, что их иногда не совсем вовремя подключают или бывают какие-то аварии, неполадки. В руководителе администрации города Шадринска и ее структурных подразделений ведется личный прием. В 2012 году главе города Шадринска и его заместителям обратилось 901 человек, в прошлом году 805. В том числе главе города Шадринска обратилось 132 человека. Тематика обращений на личном приеме связана прежде всего с вопросами улучшения коммунально-бытового обслуживания и жилищных вопросов, предоставления жилья, оказания материальной помощи, предоставления мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждений для детей. Удовлетворено, то есть решено положительно, более трети просьб, обратившихся к личному приему. Например, вопросы оказания адресной социальной помощи решались на комиссии с предварительным обследованием жилищных условий и предоставлением необходимого пакета документов. Оказана материальная помощь 170 обратившимся на общую сумму 633 тысячи рублей. Администрация города Шадринска регулярно освещает в средствах массовой информации свою деятельность с целью информирования населения о реализации полномочий органов местного самоуправления. По-прежнему журналисты СМИ являются постоянными участниками наиболее общественно значимых городских совещаний. Информирование населения города также осуществляется через официальный сайт органов местного самоуправления. Распоряжением администрации города Шадринска работает официальный интернет-сайт органов местного самоуправления муниципального образования города Шадринск. Адрес вы все, наверное, его знаете, не буду повторяться, где граждане могут ознакомиться с правовыми актами муниципального образования города Шадринск, получить информацию о проводимых торгах, аукционах, а также иную полезную информацию о деятельности органов местного самоуправления. В разделе «Обратная связь» и «Контакты» граждане могут оставить свое обращение в администрацию города Шадринска. Для обеспечения равных прав доступа граждан к данному виду связи на первом этаже здания администрации города установлен компьютер с подключением к сети интернет. Ну, как я уже сказала, что граждане пользуются обратной связью. Вот 145 случаев у нас есть. Для реализации задачи по переходу к оказанию государственных услуг в электронном виде в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия» в здании администрации города Шадринска установлен терминал «Электронный приемный для обращения граждан к президенту Российской Федерации». Абонентский пункт «Электронный приемный» расположен в холле нашего здания. Начал он официальную работу с 1 января 2012 года. За истекший период из управления президента Российской Федерации по работе с обращениями гражданной организации в администрацию города Шадринска поступило 5 писем об обеспечении участия заявителей в личном приеме в режиме видеосвязи и доступа к терминалу «Электронная приемная» президента Российской Федерации. Это граждане Захаров 10 февраля 2012 года, Картавцева 30 марта 2012 года, Шабунина 25 апреля 2012 года и Кокотеева приглашали два раза 31 августа и 21 сентября. Таким образом, администрация города Шадринска предпринимает и будет предпринимать все необходимые меры, направленные на обеспечение защиту прав и свобод граждан, а также оказывать максимальную помощь в разрешении вопросов, указанных в обращениях в соответствии с действующим законодательством. Хочется всем руководителям, участникам исполнения жалоб, всем непосредственным исполнителям выразить благодарность за сотрудничество, за взаимопонимание по решению вопросов, поставленных в обращение, а главное за соблюдение сроков, указанных правительством Курганской области. Иной раз очень сжатых, как я уже и говорила. Усполнение связано с обращениями. На мой взгляд, здесь нужно более качественно на первом этапе отрабатывать, не ожидая жалоб, потому что большая часть идет как раз связано с других коммунальных комплексов. Если нет тепла и не предпринимается какие-то соответствующие меры, естественно, житель жалуется президенту, гернатору, полпреду, куда угодно, пока письма туда-сюда входят, вот он сжатые сроки исполнения. Поэтому нужно предвидеть все это и работать в упреждении для снижения количества обращений граждан. То, что идет рост обращений жителей по некоторым направлениям, это не говорит о качестве как раз нашей работы. Это ни в коем случае не качество нашей работы. Это недостаток, как раз, по тем направлениям, по которым увеличивается обращение граждан. Ответственно, в любом случае по законодательству органов местного управления. Поэтому весь выход один. Вперед быстро, качественно выбираться. Есть полномочия, нет полномочий. Поставленные задачи населения, правительство нужно решать. Актуально